Guild Wars 2 это Морбк, давно присутствующая на игровом рынке, и даже в наши дни многие игроки играют в эту игру, и мы видим, что разработчики активны, предоставляя игрокам новый контент. С выпуском множества новых Морбк за последние несколько лет и появлением множества новых игр в течение 2022 года, интересно посмотреть, могут ли Guild Wars продолжать конкурировать с новыми релизами. Давай проверим, что сейчас происходит с Guild Wars 2, и стоит ли играть в эту игру в 2022 году. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишись на мой канал YouTube, чтобы увидеть больше видео Морбк в будущем. Guild Wars 2 это Морбк, разработанная Эрина. Чистый и опубликованный компанией Antisoft, выпущенный в августе 2012 года. Действие игры разворачивается в фэнтезийном мире Сирии. Игра следует за возрождением Destiny's Edge, распущенной гильдии, посвященной борьбе со старшими драконами, разновидностью Лавкрафта, которая захватила контроль над Сирией со времен оригинальных войн гильдий. Действие игры происходит в постоянном мире с историей, которая развивается в разных средах. Guild Wars 2 претендует на то, чтобы быть уникальным в целом, благодаря сюжетной линии, которая реагирует на игроков, действия, что часто встречается в однопользовательских ролевых играх, но редко встречается в многопользовательских. Динамическая система событий заменяет традиционные квесты, используя эффект пульсации, позволяющий игрокам подходить к квестам по-другому. Как часть Passistent World, игра разошлась тиражом более 2 миллионов копий за первые две недели. К августу 2013 года параллелизм крупных игроков достиг 460 нулевых игроков. К августу 2015 года было продано более 5 миллионов копий, после чего базовая игра стала бесплатной. В целом, к августу 2021 года под этим номером было создано более 16 миллионов учетных записей, верно. Это что-то действительно удивительное не только в игровом мире Морбк, но и в целом в игровом мире. До августа 2021 года было создано 16 миллионов учетных записей. Guild Wars 2 позволяет игроку создавать персонажей из комбинации разных рас и профессий. Раса и профессия игрока определяют навык, к которому они могут получить доступ. Войны гильдий тоже, как и Войны гильдий, используют боевую систему, основанную на навыках, где игроки должны выбрать только 10 навыков из гораздо большего пула, вводя элемент стратегии. Однако, в отличие от Войн гильдий, слоты навыков имеют предопределенные роли. Первые пять определяются оружием и профессией игроков, шестые — для исцеления, седьмые из девяти — это навыки без определенных ролей, которые разблокируются по ходу игры, а 10 слотов будут для элитного навыка, который также изначально заблокирован. История игры переносит нас в фантастический мир Сирии, спустя 250 лет после победы игроков над Великим Разрушителем в пятом дополнении Ока Севера. Так называемые старшие драконы, спящие под континентом, пробудились со времен Войн гильдий, вызвав массовые разрушения в Сирии и развращая ее жителей. Доминирующие люди Сирии находятся в упадке, вытесненные с большей части своей земли стихийными бедствиями и войной с цар, которые наконец-то восстановили последние остатки на родине своих предков Эскалонии. От людей на севере. Норны, гордая раса северных охотников, были вытеснены на юг возвышением ямы, старшего ледяного дракона. На западе технологически продвинутые асуры были вынуждены создать постоянные дома над землей, после того, как приспешники первого дракона пробудили изначального, чтобы контролировать смерть Сирии. Рядом с лесом, где живут суры, идет гражданская война, новая раса, появившаяся за последние 25 лет, не затронутая трудностями, которые преследовали другие расы, но с какой-то пока необъяснимой связью со старшими драконами. Как ты видишь, в игре очень интересный сюжет, красивая графика и очень приятный геймплей. Наши главные атрибуты этой морг. А теперь давай проверим, что происходит с этой игрой в наши дни. Как ты можешь видеть, я здесь, на официальном сайте Guild Wars 2, и, конечно же, я добавлю ссылку в описании под видео. А теперь давай проверим, что здесь происходит. Итак, первое, как ты можешь на самом деле видеть, что происходит с любой игрой. Не только в отношении двух гильдур, проверив здесь раздел новостей на веб-сайте, и здесь вы можете увидеть, что на самом деле просто по дням, когда вам не нужно читать какие-либо названия. Здесь проверьте даты. 3 декабря, 2 декабря, 1 декабря. Что-то происходит, верно? 30 ноября, снова 30 ноября, 29 ноября, 24 ноября и так далее. Очевидно, что разработчики этой игры активны. Что бы там ни происходило, это происходит. Но давай проверим, что происходит на самом деле. Итак, первый титул здесь, как ты видишь на экране перед собой, присоединяйся к открытому бета-тестированию. Это связано с тем, что позволь мне показать тебе, что касается Дракона Фэнда. Как ты видишь, тебя можно купить в конце расширения Дракона. Это произойдет в феврале 2022 года, и я не упомянул об этом с самого начала. Наверное, на самом деле я сделал это в первой части видео. Так что Guild Wars 2 в настоящее время фактически является бесплатной игрой. Я имею в виду, что ты можешь купить один из этих пакетов. На самом деле ты можешь решить, какой из них ты можешь купить. Цены у меня другие. Я сейчас не буду вдаваться в подробности относительно цен. Ты найдешь все необходимые ссылки в описании ниже. Видео, чтобы ты мог купить эти пакеты. Однако, ты также можешь играть в Guild Wars 2 совершенно бесплатно. И это на самом деле огромная вещь. Ты можешь попробовать поиграть в Guild Wars 2, если ты никогда не пробовал играть в нее раньше. А потом ты сможешь решить, нравится тебе игра или нет. И я могу тебе сразу сказать, что если ты попробуешь сыграть во вторую войну гильдий, ты не будешь разочарован. В этой игре прекрасная графика, действительно достойный бой в общем игровом процессе. Как это ощущается под пальцами? Это похоже на настоящую Морбк. Ты знаешь, как настоящая Морбк. Не похоже на Морбк, которая была создана для мобильных устройств или чего-то еще, верно. Для других платформ эта игра, чистая компьютерная Морбк, и в настоящее время я знаю, что многие из вас это оценят. Это огромная вещь. Хорошо, давай вернемся. Давай проверим, что здесь происходит с игрой. Чтобы ты мог видеть, что сюда приближаются драконы Эндера. Эта открытая бета-версия действительно закончилась. Да, он закончил. Прямо сейчас, когда я снимаю это видео, все кончено. Здесь всегда есть какая-то скидка на путь огня. Как видишь, в 50%. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Возвращение в пятый сезон Живого Мира. 16 миллионов сильных игроков. Да, эта информация была за август 2021 года. Это действительно интересная информация, верно. Действительно хороший номер будет. Поздравляю двух разработчиков Guild Wars и саму игру. 16 миллионов игроков. На это действительно приятно смотреть. Как ты видишь, во время Второй войны Гильдии происходит много событий. Население на серверах все еще довольно велико. Эта игра в принципе всегда популярна. И в этом нет ничего удивительного. Давай будем честны, Guild Wars 2 всегда была высококачественной игрой, и так будет и в будущем. Мне нужно показать тебе одну вещь, которая мне особенно нравится во Второй войне Гильдий. Здесь, на их официальном сайте, ты найдешь это руководство для новых игроков, и это нечто совершенно удивительное. Как я уже сказал, все необходимые ссылки есть в описании ниже видео. Но здесь ты можешь найти множество довольно подробных руководств для новых игроков. А ты знаешь, что это на самом деле значит. Очень много, потому что касается не только новых Морбк, я вижу, что многие Морбк разрабатываются, выпускаются, публикуются, и в основном у вас нет никаких руководств. Официальные руководства от разработчиков, чтобы помочь новым игрокам. Я имею в виду, что создатели контента создадут новые видеоролики, видеоролики об игровом процессе, руководство для новых игроков. Но это прекрасно видеть, когда у тебя есть официальное руководство от разработчиков игры, чтобы помочь новым игрокам с основами. Так что зацени это. И в конце вот в чем вопрос, верно? Стоит ли играть в эту игру Guild Wars 2 в 2022 году? На мой взгляд, абсолютно да. Нет сомнений даже в том, что касается второй войны гильдий. Ты никогда не ошибешься, когда захочешь начать играть в эту игру. Если ты никогда не пробовал в нее играть, тебе нужно хотя бы попробовать в нее поиграть. Ну тогда ты сможешь сказать, что я мог бы попробовать поиграть в эту игру, если тебе это не нравится, все в порядке. В игру можно играть бесплатно. Как я уже сказал, тебе не нужно покупать ни один из этих пакетов. Ты можешь попробовать поиграть в нее совершенно бесплатно. Ты можешь долго играть в нее бесплатно. А потом, если ты решишь, что тебе это действительно нравится, ты можешь купить один из этих пакетов, включая этот. Давай проверим это. Это эндо драконов. И вы можете увидеть некоторые цены здесь. Есть три вида пакетов. Стандартный, внешний вид и Ultimate Edition. И ты знаешь, я точно пожалею. Много игрового контента, действительно интересный и приятный игровой процесс. Наши главные атрибуты Второй войны гильдий. Дай мне знать в комментариях ниже. Видео, ты когда-нибудь пробовал играть в Guild Wars 2, и как тебе это понравилось? Если ты интересуешься Морбк и вообще игровым миром Морбк, посмотри мой канал на YouTube. Основное внимание на моем канале YouTube уделяется нашим новым предстоящим Морбк. Однако, когда я увижу, что что-то интересное происходит даже со старыми Морбк в целом в игровом мире Морбк, я немедленно сообщу вам об этом здесь, на моем канале YouTube. Так что уже сейчас посмотри множество игровых видеороликов, руководств, новостей и обзоров из мира Морбк игр. Спасибо тебе за просмотр видео, и обязательно подпишись на мой канал YouTube, чтобы увидеть больше видео Морбк в будущем. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok